МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем временем в Грузии подводят итоги Тбилисского кинофестиваля. В этом городе он проходит уже в 15-й раз подряд. Побороться за награду в Грузию приехали 80 режиссеров со всего света. Кто из них признан лучшим, знает моя коллега Мариам Балквадзе. 15-й Тбилисский кинофестиваль посвящен экологии. Организаторы так и называют его «зеленый». Это уже традиция задавать форму определенную тему. В этом году фестиваль проводился под патронажем первой леди Грузии Маки Чичуа. Супруга президента лично следила за ходом мероприятия и оказывала необходимую поддержку в организации фестиваля. Я тоже актриса и всю свою жизнь я провела в искусстве. Поэтому я всячески поддерживаю такие культурные мероприятия. В течение недели в двух столичных кинотеатрах показали около 150 картин, начиная от документальных лент и заканчивая мелодрамами. Каждый год статус мероприятия растет. Данный фестиваль способствует сближению разных культур и знакомит грузинскую публику с лучшими мировыми кинопроектами. Особое внимание организаторы уделяют лентам отечественных кинематографистов. Ежегодно возможность представить свои дебютные работы дают юным режиссерам. Я нашел в интернете аудиозапись и решил об этом и снять фильм. Кто-то пел рэп, и мой главный герой фильма тоже пишет песню и мечтает разбогатеть и стать настоящим рэпером. За свою дебютную работу Лаша Цквитенидзе в номинации «Лучший фильм» получил серебряный Прометей. А золотую статуэтку присудили фильму из Украины «Племя». Для нас приятно, что мы получили такие высокие награды на Двилисском фестивале. Это фильм о глухих детях. Наверное, впервые был снят фильм, ну не впервые, конечно, в современной истории. Фильм без единого слова и без единого титра. Это было для нас принципиально. Хотя был соблазн как-то дополнить текстуально какие-то моменты, но мы все-таки удержались и дошли до конца. А завершился кинофестиваль показом фильма итальянского режиссера Уберто Пазолини «Спокойная жизнь». Мариам Булква, Заладубина Швили, Шалва Сурамилашвили, МИР24. Добавлю, фестиваль был учрежден в 2000 году Центром киноискусства «Прометей». Добавлю, фестиваль был учрежден в 2000 году Центром киноискусства «Прометей». Добавлю, фестиваль был учрежден в 2000 году Центром киноискусства «Прометей».